4, 3, 2, 1 В Уфе открылась Стелла с обратным отчетом дней до празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Памятная установка стоит на площади перед гостиным двором. По задумке властей, открытие Стеллы – это возможность напомнить жителям Башкирии и прежде всего молодежи о нашей истории. Башкорстан проводил на войну более 700 тысяч человек. Из них 300 человек не вернулось. Нам дало 275 героев Советского Союза. У нас 112 кавалерийские дивизии только дало 78 героев Советского Союза. Башкирский народ, он воевал на самых таких местах, где именно шли ожесточенные бои. Главными героями церемонии открытия были ветераны и дети войны. Люди, которые не забудут войну никогда. Кто-то сражался на фронте, а кто-то был еще маленьким ребенком. Но помнят все до сих пор. Когда началась война с отцом, мы приехали сюда, в Москву. Поэтому я даже помню, хотя мне было еще 4 или 5 лет, но я помню день начала войны. Потом мы приехали в Уфу и с той поры живем в Уфе. Так что для меня это очень все годы войны прошли на моих глазах, в моем детстве. Некоторые знают о войне по рассказам их близких. На церемонию пришла Уфимка, у которой воевал дедушка. Он говорил о том, что военное время, это очень тяжелое время испытаний было для всего народа, для всей страны. Люди не сдавались, они шли к своей цели. Ценой собственных жизней они спасали родину и давали будущее для наших следующих поколений. Открытие Стеллы – это первое из запланированных ко Дню Победы мероприятий. В мае откроется памятник ушедшим на фронт на привокзальной площади. Идет реконструкция Парка Победы. В сам праздник будет организован военный парад. Пройдет шествие Бессмертного полка. Пока весь перечень не озвучивают, но программа будет масштабная. Екатерина Дейнека, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ.